Сесть в позу лотоса, освоить новую асану и даже встать на голову. Йога становится популярна среди саратовцев. В городе открываются даже специальные клубы. Вдох, левая нога идёт вверх, стопа на себя. Эти занятия в городском парке, можно сказать, уникальные. Во-первых, бесплатные. Во-вторых, прийти сюда может любой желающий. От начинающих до тех, кто уже давно практикует занятия йогой. Йога на природе здорово. Тут гораздо больше расслабления, спокойствия, чем в зале можно получить и напитаться какой-то энергией. Наталья Горска увлекается йогой много лет для себя. Очень рада, что в нашем городе, как и в Европе, можно заниматься йогой на городских лужайках. Говорит, занятия – это не только здоровье, но и гармония души и тела. Коврик и удобная одежда всегда с собой. Тренировки старается не пропускать, даже если надо на работу. Во сколько бы рано не начинались занятия, потом такие силы берутся, такая энергия берётся, что можно весь мир перевернуть. Одно из направлений йоги – доска садху. На ней можно стоять даже новичкам. Правда? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Давайте ваши руки. Выдох. Молодец. Ну вообще сразу боль такая. Потом как-то она притупляется. Ну можно попробовать, в принципе, не страшно. Нервные клетки восстанавливаются, это доказано, да, на гвоздях, формируются новые нейронные связи, потому что в привычной среде, что вы сделаете, встав на гвоздь или на гвозди? Вы, скорее всего, захотите убежать. А если с проводником, то есть со мной, вы преодолеете этот барьер, вы сформируете новую нейронную связь, и в вашем мозге в этот момент получатся новые нервные клетки, нейронные связи. Лариса – эксперт по гвоздьостоянию на досхе с хатху. Приучила к этому виду йоги всю семью. На гвоздях стоит и сын, и его прабабушка. Давай, делаем шаг вперед. Переносим вес на середину стопы. Ей 81 год. Говорит, раньше была и анемия, и апатия, и руки уже еле шевелились. Год назад встала на гвозди, и все как рукой сняло. Вот тут так встанешь, уйдешь, а потом все. Сейчас я по 15 минут стою, молитвы у меня есть, я почитаю какие-то всегда. И все. И мне помогает очень хорошо. Бывает такое, что давно не стояли и хочется? Да, хочется, да. И как-то вот если я утром, допустим, когда-то пропускаю, мне не хватает, у меня уже как-то не так. Еще можно полежать, да? Доска садху, да, предназначена также и для лежания. Гвозди расположены так, что ни стой, ни лежа, невозможно порезаться. Вес распределяется равномерно. Доска садху позволяет расслабить мышцы спины, улучшает кровообращение, тренирует чувство осознанности и стимулирует работу мозга. Ну вот здесь вообще приятные ощущения, не больно, ни капельки, не страшно. Стоять, лежать на доске садху можно от нескольких секунд до 40 минут и даже медитировать. В момент медитации на гвоздях вы учитесь принимать свои ощущения. Вот, например, боль. Для нас же это в обычной жизни опасность, это раздражитель, это на генном уровне заложено, что боль – это нужно бежать, это инстинкты. В момент медитации мы стараемся принять боль как часть себя. То есть мы не бежим от нее, а строим новый алгоритм действий, что мы не убежим в этот раз и что-то будет иначе. Соответственно, после медитации у людей происходит очень многое иначе. Медитировать можно и вдвоем. В последнее время наибольшую популярность набирают индивидуальные тренировки по йоге. Удовольствие не дешевое, но в данном случае все внимание тренера будет уделено тебе одному, а значит полный контроль и минимум травм. Нина говорит, что влюблена в йогу. Занятия придают ей сил, избавляют от боли в спине. Это хорошая проработка тех мышц, которые очень сложно проработать в каких-то других видах спорта. И это та скорость, которая мне очень подходит. На нагрузок много, стресс, ответственности много, поэтому зажимы в теле, их никуда не деть. А вот так мне очень хорошо с помощью Антона. Мы это все решаем. Антон в йоге со студенческих лет. Сам остеопат, невролог, а теперь и тренер по йоге. В своей студии совместил все эти направления. Занятия йогой плавно переходят в сеанс остеопатии. Стоимость одного – около 4 тысяч рублей. Когда человек находится в расслабленном состоянии, в перерывах между теми или иными асанами, возможно, уже работа в стиле остеопрактики, когда можно посмотреть теленные позвонки, провести рукой по позвоночнику, посмотреть, какие из позвонков наиболее напряжены, поставить руку той или иной техникой добиться более глубокой релаксации. В данном случае тренер не только контролирует, но и помогает как остеопат. Находит нужные точки на теле, помогает расслабить забитые мышцы. Многие приходят сюда с травмами. Тренер уверен, йога и все ее направления действительно лечат. Главное – не превращать занятия в погоню за спортивными победами. Чтобы было полезно и не было вредно, надо работать на умеренных и слабых нагрузках. Надо точно разделить, что нагрузка – это одно, лопата, тренажерный залп, бег, еще что-то. Это нагрузка, плавание – это одно. А йога – это другое. Йога на самом деле – это успокоение ума, устранение неконтролируемых колебаний ума. Вот если человек работает на слабых и умеренных нагрузках, не передавливает сам себя, не насилует себя в этих упражнениях, берет малую нагрузку и подольше фиксацию, тогда тело запускает оздоровительные механизмы, тело само включает свою регуляцию, саморегуляцию. И тогда оздоровительные эффекты наступают. Локти надо выставить поуже. Вот так вот не годится. Поуже выставляем. Замочек поставили. Плечи выставили вот так. К этому месту прикасается теменная область. Я головой пола не кацаюсь. Это очень важно. Дальше подходим потихонечку ногами к рукам к голове и выдерживаем баланс. Одно из самых недосягаемых направлений в йоге для тех, кто не пробовал – это йога в гамаках. Мы сегодня попробовали, и оказалось, что не так уж и сложно и даже приятно. Здесь занятия проходят под четким руководством инструктора Светланы. Тренер говорит, что особой подготовки не нужно, хотя, глядя на всю эту конструкцию, сначала просто страшно, признаются посетители. Подбородок прижатый и коленочки тянуть к себе. Поняла? То есть ты не раскрываешься. Давай, я буду тебя держать. Поехали. Четыре, три, два, один. Молодец. Крепкие ноги. Ножки. Бабам. Молодец. Есть. Готова? Так, круто, да? Всего в зале 10 гамаков. Они очень крепкие. Светлана объясняет, оборудование не хуже, чем у альпинистов. Мы сделали такие усиления. Здесь анкеры, карабины. Все очень крепкое. Здесь совершенно плотное такое вот полотно. Мы постоянно меняем гамаки, обновляем. У нас есть здесь машинка, мы это все стирается, чистится, дезинфицируется. Ты можешь рассказывать, как ты себя чувствуешь. Отлично, полетали. Полетали, сходила на работу. Это твой обычный день. Занятия проходят на высоте в метре от пола. Эти упражнения придумали в Америке. Так расслаблялись хореографы после долгих тренировок. Особые позы и движения в воздухе позволяют снять напряжение в позвоночнике и шейном отделе. Несмотря на кажущуюся сложность, все проходит достаточно легко. Даже у нас такой эффект антигравити. Мы можем так покачиваясь, как в цирке, отлично, Надя, супер. У тех, кто занимается постоянно, появляется идеальная осанка, растяжка. Многие любительницы йоги с легкостью садятся на шпагат. Не говоря уже о том, что медитация с помощью гравитации выходит на совсем другой уровень. На самом деле йога в гамаках легче. Здесь этот гамак, он терапевтический, он с ручками. Это очень полезно для спины. Гораздо мягче и безболезненно идет растяжка. Очень полезно для людей с лишним весом, которые не могут выполнять весом собственного тела. Также для людей с травмами. И просто даже любят дети, потому что эффект вот этого покачивания создает ощущение радости, игры. И дети очень любят йогу в гамаках. При правильном подходе к йоге, уверены специалисты, это самый правильный и полезный вид спорта. Особенно если человек не гонится за рекордами, а просто хочет быть здоровым. К тому же заниматься йогой можно и дома. Екатерина Сулейманова, Роман Шельдяев, Олег Буланов, Алексей Чудин. Спецпроект.